Объект 752 Объект 752 Более уныло, с этим я спорить не буду Но все-таки, если вдруг у вас Голды недостаточно, а машина сама вам Нужна, то за 15 косарей Можете взять себе просто танк и Слот в ангаре для того, чтобы его туда поставить Если вдруг свободных мест у вас нет Что же касается внешнего вида То да, это все классно, красиво Но проблема заключается в том, что все это пропадает Как только начинается бой То есть только в начале боя вот это все срабатывает Планеты потом исчезают и остается Просто вот так вот красиво разукрашенный Танчик с дополнительными обвесами Мне, честно говоря, заходит Нравится мне данный внешний вид Хотя по большому счету, если иметь Достаточный набор Родного рода Камо, то в принципе Можете переодеть его во что-нибудь другое И от этого хуже играться он не станет Ну а смотреться будет тоже Ненамного хуже Что касается технических характеристик Заценим сейчас сугубо орудие Все, что касается брони Все, что касается сравнения с другими машинами Вот ссылочка на абсолютно честный обзор у меня на канале Переходите, посмотрите Там будут дополнительные катки И это позволит вам принять взвешенное решение Сейчас же просто заценим орудие И ринемся в бой Что касается орудия Время сведения не очень приятное С учетом того, что оборудование стоит Оба слота на сведение Мы имеем 4,6 Это действительно довольно-таки много Что касается разброса То разброс в пределах нормы Что касается ДПМ То для 9 уровня все-таки недостаточный ДПМ Есть огромное количество машин с более высоким ДПМ Допустим на 200 единиц ДПМа Больше УК-91 Время перезарядки магазина Целых 17 секунд Тоже далеко не мало Я не ставил вентилятор Потому что особо не поможет вам в перезарядке Но вы поставив на вентилятор Меняете себе уровень пробития снарядами А это тоже крайне существенно Потому что здесь 257 А машина периодически встречается с десятками И это с учетом того, что у меня калиброванные снаряды стоят Что касается снаряда в магазине То их 2 И время перезарядки снаряда в магазине Целых 4 секунды Тоже добавляет дискомфорта Средний урон 430 единиц Если мы с вами говорим о том С кем машину можно сравнить То это безусловно К-91 И именно с этой машиной довольно часто сравнивают Мне лично К-91 нравится больше Сейчас объясню почему Да, пускай он не настолько хорошо забронированный Но все же время сведения лучше Разброс по комфорту такой же При этом ДПМ на 200 с копейками единиц больше Чутка меньше время перезарядки магазина Но несущественно особо не ощутить разницу Но, ребят Время перезарядки снарядов в магазине Между собой меньше И плюс к тому Здесь целых 3 снаряда То есть Перезаряжается магазин столько же Но при этом всем С магазина вы выкидываете 3 раза По 350 А это, ребята, 1050 единиц урона с одного барабана Тогда, когда на объекте у нас получается Ну, там, если прям совсем грубо считать Я имею ввиду просто по среднику То 860 Ну, согласитесь, разница существенная 860 единиц с барабана Либо 1050 единиц с барабана Но все же, ребят, машина имеет больше процент по победам И связано это с тем Что у объекта 752 лучше бронирование Чем у К91 У К91 более унылые углы склонения брони Исходя из того, что у объекта Все-таки передняя часть Она такая зализанная, яйцеобразная То, соответственно, там приведенной брони Гораздо больше Я бы сказал Не просто самой брони А еще и количество углов Под которыми снаряды могут попадать Соответственно, когда вы будете мансить вправо-влево Эти углы постоянно меняются Ну и, соответственно, вероятность пробития становится меньше Ну, вот эта красота внешнего вида Которая сейчас посветится-посветится И благополучно исчезнет Ну и мы останемся в своем Обычном разукрашенном внешнем виде Ну, вот как есть, так есть Стоит ли конкретно, простите За внешний вид переплачивать? Не знаю, ребят В данном случае есть сомнения Но плюс к тому вы получаете 3 контейнера Поэтому здесь как бы на любителя Я лично себе на Твинк Сейчас за 17,5 прикупил Именно в составе набора Ну, просто потому что я хочу Чтобы у меня на Твинке данная машина была В ее уникальном внешнем виде Есть все-таки машины От уникальности внешнего вида которых Отказаться сложно Но это, ребят Как я уже сказал, на любителя Что касается стрельбы Классно, прикольно Единственное, что уходишь потом На существенно долгое время перезарядки Которое необходимо как-то продержаться Броня, в принципе, позволяет нормально Выдерживать натиск соперников Что касается ваших возможностей На К-91 все-таки ваши возможности Будут получше Ну, как минимум Потому что время перезарядки снарядов Между собой в магазине меньше И вот сейчас игровая ситуация показала Что на К-91 в Т-95 Я бы, наверное, сейчас уже Успел откинуть снаряд И еще один снаряд на 350 альфы У меня был бы в загашнике Который я бы сейчас использовал Против Т-92, допустим Либо Т-44 Короче, кого-то отправил в ангар Здесь же все-таки два снаряда И если у вас есть К-91 То вам нужно будет привыкать К новым условиям К... скажем так К новым... Да что ж такое К-91, кстати, у нас на экранах Ребят Спасибо большое За то, что добрал В общем, вам необходимо будет Привыкать к новому стилю игры И привыкать к наличию всего лишь Двух снарядов в магазине А не трех Как вам было привычно Отыгрывать на К-91 Похожи ли машины между собой? Ребят, они похожи между собой Только, грубо говоря Временем перезарядки магазина И они похожи между собой Стилем игры Который будет от вас требовать машина А именно Типичный стиль игры На барабанных орудиях Во всем остальном Машины очень сильно разнятся Поэтому, если вдруг У вас есть К-91 в ангаре И вы думаете над тем Стоит ли вам приобретать себе данный аппарат То да, безусловно, стоит То есть, здесь нет такой проблемы Как то, что вы покупаете себе машину Которая идентична той, которая у вас есть И, соответственно, ничего нового По ощущениям вы не получите Получите, ребят, новые ощущения Машина это действительно дает Машина это позволяет И что самое интересное Что от боя к бою Машина отыгрывается абсолютно ровно И абсолютно одинаково Я, лично играя на данной машине Получаю массу удовольствия Я не нервничаю Не переживаю Я спокойно катаюсь по карте У меня нет маниакального желания Где-то спрятаться Как на некоторых барабанных машинах Типа Т-77 Либо тот же самый АМХ 50Б Короче говоря, ребят Здесь абсолютно другая игра Прям вот совсем другие ощущения Здесь есть броня Здесь есть рикошеты Здесь есть достаточное Время перезарядки магазина Здесь, в принципе, если привыкнуть Абсолютно нормальное время перезарядки Между собой в магазине Хотелось бы, безусловно, бодрее Но когда ты к этому привыкаешь Ты не чувствуешь в этом абсолютно Никакого дискомфорта Заговорился, не посмотрел на результаты 3547 единиц Вообще ничего не делая Вот просто ничего не делая Что касается результативности по фарму Это не фармер Но вы будете постоянно в плюсе В любых боях Даже в проигрышных Потому что урона набрасывать Будете достаточное количество Главное не заигрываться С голдовыми снарядами Ну и, соответственно, с амуницией Тоже там держать себя в узде Тогда в минус не будете выходить Даже в проигрышных боях Если будете побеждать То вы не будете там Страдать от малого заработка Даже если будете по полной Использовать голду Либо амуницию Что касается нашей результативности По команде Вообще не потея Вообще не нагибаясь Просто на спокойнике Да, пускай не сделал ни одного фрага Но сделал 3500 урона И занял первое место в команде А мне кажется, что это существенный Все-таки, ребят, показатель Сейчас лайкану Ребят, которые заняли первые места И хочу кое-что вам еще показать Касающиеся данной машины Обратите внимание Сейчас, секундочку Надо переключиться на ресурс Смотрите Что касается К-91 Вот броня К-91 О которой я говорил Обалденно отыгрывает от башни Но вот эта передняя часть Она просто страдальческая Ее пробивают постоянно Ее одноклассники пробивают Потому что здесь огромный просто Нижний бронелист Который еще и неудачно расположен Я имею ввиду угол Абсолютно неудачный Ну и, соответственно, его пробивают Что же касается объекта 752 То есть здесь все веселее Да, нижний Вот эта нижняя часть Его нельзя назвать нижним бронелистом Но вы поняли, о чем я говорю Нижняя часть вот эта Да, действительно, она страдальческая Но верхняя часть, ребят Она мало того, что брони больше имеет Так здесь еще и по верхам Вот здесь Просто бешеная Сумасшедшая приведенка То же самое касается башни Здесь обалденная броня в башне И отыгрывать от башни Просто шикарно Особенно на дальних расстояниях А орудия вполне себе точные Да, есть комбашенки Но они плюс-минус как-то забронированы Тоже далеко не Самый лучший вариант для выцеливания Но в основном пытаются именно туда Если вы прячете нижний бронелист Плюс к тому, ребят Стоит помнить о том Что как только вы башню отворачиваете У вас сразу вот эта зона Становится пробиваемой То есть вот эта вот Сразу становится серым И шьется абсолютно на ура Как одноклассниками Так и восьмерками, кстати, ребят Что касается того, чтобы отыгрывать ромбом То здесь есть приведенка И ромбом отыгрывать получится Плюс здесь есть дополнительный экран Короче говоря, ребят По броне, по живучести Машина куда лучше, чем К-91 А вот что касается Бодрости отыгрывания орудия То безусловно Все в пользу К-91 Потому что здесь, как я уже сказал На один снаряд больше И ДПМ выше И за один барабан Вы набрасываете больше Что касается, ребят Сравнения этих машин под ТТХ То вы сами видите все результаты Пробитие выше У К-91 Даже если здесь вот так вот ставите То тогда они сравниваются Вопросов нет Но если здесь поставить То опять-таки В принципе Практически одинаковыми становятся Все же, ребят В пользу К-91 Хоть и на какой-то грамм Но есть Поэтому я себе поставил на пробитие Что касается альфы И всего остального Это мы с вами обсудили Сведение Безусловно в пользу К-91 Ну а что касается скорости То здесь да Типа объект Движется хуже 38 против 40 Но вы не почувствуете Этого абсолютно Вот поверьте мне на слово То же самое касается И движения назад Особой разницы Я лично не ощущаю Что касается Скорости полета снаряда Стоит отметить Здесь действительно Есть проблема В отношении скорости Полета снаряда Но В целом Я это не менял Меня все устраивает И мне вот этого достаточно На удивление Даже на дальних расстояниях Отыгрывается порой Довольно комфортно Главное просто чувствовать Упреждение Которое необходимо дать А вот что касается Процента по победам То обратите внимание На целых 5 процентов Больше 60 с половиной процентов Против 55 с половиной процентов Я не спорю Может Слабоиграющие игроки Сейчас накупили себе К-91 За 10 косарей Именно из-за этого Статистика просела Но в целом Ребят Объект 752 Действительно Играется более успешно Потому что Является более живучей машиной Ну и соответственно В боях Показывает себя Гораздо лучше Вот такой вот он Объект Вот такое честное мнение О нем Если вы за честность То обязательно Подписывайтесь на канал И еще друзья мои Обязательно Обязательно Оставляйте комментарии Под данным видео Потому что Как показывает Золотой билет На картинке На превьюшке К данному видосу Данное видео Участвует В серии розыгрышей На особый пропуск На следующий месяц На июль 2023 года Все что необходимо Для того чтобы Поучаствовать в розыгрыше Под данным видео И под другими видео Если вы хотите И под ними тоже Участвовать в розыгрыше Оставить комментарии Со своим никнеймом И игровым ID Лень писать Берите пример В комментариях Господи в комментариях В описании Там есть пример коммента Оставляйте данный коммент Вставляйте только Вместо вопросительных знаков Свой никнейм И соответственно Свой игровой ID И участвуйте в розыгрыше Чем большее количество Комментариев Оставите Тем больше ваши шансы Под данным видео Ну а если оставите Комментарии Под всеми видео С золотым билетом То соответственно Будете участвовать В отдельной жеребьевке Под каждым Из этих видосов Которые состоятся Уже завтра На прямой трансляции Вот теперь ребят Точно уже у меня Все Всех благ Пошел снимать Для вас следующее видео Жду вас на прямой трансляции Жду на канале Подписывайтесь Жмите на колокольчик Чтобы не пропустить Новые видосы Я стараюсь ради вас Мира вам друзья мои И обязательно Спокойствия Пока пока Субтитры сделал DimaTorzok